МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, Виктор Томенко одержал победу на выборах губернатора Алтайского края. За него проголосовало более 366 тысяч жителей. Это 53,5% голосов избирателей региона. Предварительные итоги озвучили сегодня в Краизбиркоме. Обработано 100% протоколов. Как отметила председатель Краизбиркома Ирина Акимова, единый день голосования прошел без конфликтов. В избирком за день поступило 7 обращений, лишь одно из них было связано с выборами. Речь шла о расположении камер наблюдения на одном из участков в Рудцовске. В избирательной комиссии Алтайского края не было ни одного вопроса, который бы позволял говорить о какой-то сложной, либо неоднозначной ситуации в ходе голосования на территории нашего субъекта Российской Федерации. Окончательные итоги голосования подведут 11 сентября. Между тем, эти выборы уже называют историческими, ведь люди на голосование шли активнее, чтобы изменить политическое будущее. Народом избран, но свой голос оставил при себе. У Виктора Томенко нет прописки на Алтае, а переезжать придется. Напомним, по предварительным данным, его выбрали 53% избирателей. Источником власти является народ, и люди должны иметь возможность свое волеизъявление осуществить. Край особый, исторический. Мы избираем не только губернатора Алтайского края. Мы, как вы понимаете, закладываем определенную ситуацию развития края на ближайшие, по крайней мере, пять лет. И большинство одобрило план Томенко. На втором месте либерал-демократ Владимир Семенов, у него 16%. По справедливой роста Людмилы Сусловой 14%, Андрей Крылов от партии Роста набрал 13%. Не ожидалось сейчас от себя, что, подходя к избирательному участку, буду волноваться. И еще больше за исход голосования переживали в селах. Лидеры Явки, Олейские, Родинские районы. Около 70% их населения выборы не пропустили. Наименьшее число проголосовавших в Бийске и Рубцовске всего треть. Мы, как говорится, неактивные стали. А чтобы что-то поиметь и желать лучшего, надо приходить всем на выборы. Недостаток избирателей ощутили и в Барнауле. Всему виной сезон, полагают председатели комиссии. Ведь многие уехали на дачи. Но и такую явку обеспечивала целая программа мероприятий. В особенности муниципальные выборы за ремонт детских садов. Молодое население, которое имеет детей возраста детского сада, они были заинтересованы, чтобы их детский сад получил какие-то финансовые вливания. И поэтому они были у нас. У нас был визажист, у нас концерты проходили. Нотариусы были, юрист консультации давал, офтальмолог. В ходе проведения выборов нарушений не зафиксировали, жалоб не поступало. Краевой избирком уже приступил к обработке данных. Окончательные итоги голосования, напомним, озвучат завтра. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости. Александр Карлин станет сенатором от региона. Об этом сегодня сообщил в Рио губернатора Виктор Томенко во время подведения итогов работы предвыборного штаба. 17 сентября состоится церемония вступления в должность главы региона, отметил он, где и будет представлен Карлин в качестве представителя в Совете Федерации. Добавим, что ранее на должность сенаторов рассматривали кандидатуры Михаила Щетинина и Александра Лукьянова. К другим темам стали известны подробности происшествия, которое произошло в краевой столице. Двухлетний ребенок смог беспрепятственно покинуть детский сад. Взрослые обратили на него внимание лишь в магазине, где он пытался купить игрушку. Подробности истории у Кирилла Политова. Вот он подходит на кассу, чтобы оплатить свой товар. Таких юных покупателей, говорят сотрудники торгового центра, у них еще не было. Вот он, минуя охрану, поднимается по ступенькам лестницы. Здесь уже на третьем этаже выбирает огромную игрушку. А вот на этих кадрах, словно опытный клиент, занимает очередь. Спустя пару минут на мальчика обращают внимание взрослые. Мы у него спрашиваем, а где мама, а где папа. Он говорит, а нет, я один. В торговом центре двухлетний малыш провел около часа. Все это время охрана безуспешно пыталась найти родителей. В результате на место прибежали сразу шесть воспитателей соседнего детсада. Оказалось, ребенок самостоятельно преодолел сотни метров. Никого нет, все в комитете по образованию. Тут же сотрудник дошкольного учреждения просит покинуть территорию. В случае отказа обещает вызвать полицейских. Это новый детский сад нового микрорайона. По всему периметру вот такая тоже новая ограда, где нет ни малейшей лазейки, куда мог просочиться малыш. Вот можете сами в этом убедиться. Есть три выхода, два из которых оказались закрыты на ключ. Но, видимо, вот после этого случая стали закрывать. Сейчас историей с беглецом заинтересовались краевые следователи. Предстоит выяснить причины, по которым ненадлежащим образом организована охрана территории детского сада. А также установить действия персонала дошкольного образовательного учреждения в признаке оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья малолетних. Наверняка будут изучены съемки с видеокамер, которыми буквально напичкана здание. Опрошены все сотрудники учреждения и свидетели происшествия. Этот Барнаульский детский сад считается одним из лучших в городе. Так, по итогам прошлого года, 260-й выиграл конкурс «Детский сад Алтая» в номинации «Поиск и открытие. Лучшая инновационная площадка». Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Продолжим. Чтобы помидоры были мясистыми и быстрее созревали, житель Бийска поет им песни. Почему участок Сергея Долгова заметно отличается от соседних и какой репертуар у заядлого садовода, расскажем прямо сейчас. Сергею Долгову 72 года. Садовый участок мужчина держал всегда. Но такого богатого урожая еще несколько лет назад не было. Однажды пенсионер заметил, что растения реагируют на доброе слово и ласку. Начинают активнее расти и меньше болеть. Но один был отчаянный шофер. Звали Колька его Снегирев. Вот такие концерты на участке Сергей закатывает постоянно. Особые ценители его музыкального творчества – помидоры. Соседи мужчины говорят, что удобряют томаты так же, ухаживают за ними, поливают. Но результат совсем другой. Есть у Долгова свои секреты богатого урожая. С перцем тоже разговариваю, хвалю, что они такие хорошие вырастают. Нужно относиться с любовью ко всем. А еще бийчанин не покупает семена в магазине. Он их готовит сам. С любовью. Говорит доброе слово и кошке приятно. А уж растению тем более. Елена Кузовкина, Евгений Андреев. Наши новости. Закрыл сезон на высокой ноте. Барьерист Сергей Шубенков вновь оказался быстрее всех. На этот раз Барнаулиц выиграл континентальный кубок, который завершился в чешском городке Острава. Там Сергей выступал за сборную Европы. Правда, в нейтральном статусе. Всероссийская федерация легкой атлетики по-прежнему дисквалифицирована. На последних стартах сезона Шубенков пробежал 110 метров с барьерами за 13,03. Вторым финишную черту пересек ямаец Леви. Бронза у Мартина Лагарда. Тем не менее, сборная старого континента в итоговом зачете стала второй. На первом месте команда Америки. Третья осталась за сборной Азии и Океании. В этом году единый день голосования совпал с 288-м днем рождения краевой столицы. Программа празднования была более скромной, чем обычно. Но барнаульцам все равно не дали скучать. Подробности у Ильи Кочеткова. Сибирская медиагруппа традиционно организовала свою площадку УДК «Трансмаш». Гости наслаждались выступлением кавер-групп, а в промежутке участвовали в разнообразных конкурсах. В ходе одного из них взрослые составляли клумбы, где вместо привычных цветов были цветы жизни – дети. Он прямо сейчас через забор перетащит. Дети, давай, залазь. День города, который солнцем, к сожалению, не порадовал, преобразилась одна из серых стен в исторической части города. Активисты вспомнили, что 9 сентября – день дизайнера и применили свои навыки на практике. Это такие креативные майки. Мы добавили немного дизайна, добавили немного разных красок. К художникам присоединилась и Людмила Суслова, кандидат на пост губернатора. Так решила скоротать время в ожидании результатов выборов. Основные празднования дня города начались ближе к восьми вечера на площади Сахарова. Здесь прошел грандиозный великий бой на Великом Алтаем. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости. Тысячи барнаульцев собрал в день города масштабный турнир по боксу. Любители настоящего мужского спорта увидели яркие бои и своих кумиров, в том числе и Николая Валуева. Великий бой на Великом Алтае. На ринге спортсмены из России и стран СНГ. Главный гость турнира, депутат Госдумы, неоднократный чемпион мира по боксу Николай Валуев. Генеральным партнером великого боя на Великом Алтае стал Банк Восточный. В перерывах между боями барнаульцы могли измерить и свою силу. Давай, давай, выше ручки, выше ручки. В этот вечер десятки жителей города получили заряд хорошего настроения и подарки от генерального партнера. Директор Банка Восточный поздравил жителей города с 288-летием в краевой столице. Добрый вечер. От лица Восточного парка поздравляю Барнаул с Днем Города и желаю развития и процветания. С праздником! Больше двух часов на ринге, шесть ярких поединков. Самое мужское событие Дня Города завершилось праздничным салютом. Барнаульцы разукрасили город. За происходящим наблюдало более сотни человек. На площадке возле ДК «Трансмаш» компания «Арт Деко Плюс» устроила настоящий праздник с конкурсами и призами. Вместо кисти шпатель, вместо красок шелковая штукатурка, которую многие привыкли называть жидкими обоями. В распоряжении художников, которые пришли на праздник, пять цветов и 40 минут времени. По заверению специалистов компании «Арт Деко Плюс», разукрасить Барнаул сможет каждый. Для этого не нужен большой опыт. На одну-две стенки потренироваться не можно. «Арт Деко Плюс» официальный представитель торговой марки «Силк Пластер». Компания предлагает огромную цветовую палитру шелковой штукатурки. Более 400 оттенков разной фактуры. Экологически чистый продукт, хороший теплоизолятор, шумопоглотитель. И у него также идут минимальные требования к подготовке поверхности. Подарки от генерального спонсора праздника «Арт Деко Плюс» в день города достались многим. А Барнаул, несмотря на пасмурную погоду, буквально расцвел и стал ярким и радостным. На территории Алтайского края работает пять специализированных отделов по продаже шелковой штукатурки «Силк Пластер». Подробности по телефону в Барнауле. Группа компаний независимых медицинских лабораторий КДЛ присоединилась к празднованию Дня города. Впервые о ней стало известно 15 лет назад. А последние пять лет компания активно развивается, что позволило КДЛ войти в тройку крупнейших частных лабораторий по всей стране. И пятерочка вместе с мамой. Пять шагов. И вам достается станция. Что вы можете сказать об этом органе? Для чего нужны легкий мозг, сердце и печень? Вопросы, на которые ответит даже ребенок. В клинико-диагностическом центре КДЛ помогут сохранить эти органы здоровыми. В клинике проводят медицинские анализы всех видов и знают, что болезнь лучше предупредить. В КДЛ пациент может пройти обследование желудочно-кишечного тракта, иммунной, репродуктивной системы и не только. С этого года мы практически во всех районах Барнаула присутствуем. И можем оказывать качественную помощь населению не только Барнаулу, но и всего Алтайского края. Появились пациенты, которые ходят и не раз, и не два, и которые приходят и живут, и приводят мужей, и детей, и родителей. Поэтому мы уже становимся такой семейной клиникой для многих семей. В день города все, кто принял участие в викторине от КДЛ, получили подарки от компании, а также купоны, которые можно обменять на карту здоровья КДЛ с повышенной скидкой. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». Почувствуйте разницу «Эвалар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае прохладно и дождливо. В Бийске и Рубцовске 12 тепла, в Белокурихе 14. В Барнауле пасмурно, ночью дождь и до пяти тепла, днем 9 выше нуля. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи. Мой дед, Трофим Степанович Язовский, прошел всю войну. Он был призван в 1941 году и демобилизовался в 1945. Везде в наградных документах значилось, что не было ранений. Но на самом деле я точно знаю, что дед мне рассказывал о контузиях, а отец о том, что у него было несколько ранений в ноги, голени. Но он никогда не говорил об этом врачам, потому что хотел остаться в своей части. Поэтому же он остался старшиной до конца войны. Хотя еще в 1943 году я прочитала в наградных документах, что он способен командовать взводом. Но опять же ему нужно было покинуть свою часть. В 1941 году, где-то под Москвой, взвод моего деда проходил мимо пулеметного гнезда. У пулеметчика только что убили подающего. Это очень опасная должность. Они живут иногда просто считанные минуты. Но приказали моему деду, и он занял эту должность, остался с пулеметчиком. А взвод ушел, и мой дед выжил. А весь его взвод погиб. Вообще я потом поняла, что мой дед был очень, наверное, счастливым и везучим человеком. В 1945 году его однажды отправили по каким-то его старшинским делам одного. Вот он, повозка, возничий и все, и никого. Он зашел в землянку и услышал какой-то гул. Вышел, увидел, что возничий его ускакал. А прямо на него движутся четыре танка немецких. Все, он уже думал, что кончилось его везение. Но буквально в последние минуты из тех же деревьев показались наши пушки. Так что дед прошел всю войну, еще очень долго жил. Мой отец родился после войны. У него было очень много внуков. И мы все, хотя разъехались и по всей стране, и за пределы, и все равно мы стараемся хотя бы раз в несколько лет все собраться на его могиле в Новоалтайске. Редактор субтитров А.Семкин